Иоанн Богослов Память этому святому Русская Православная Церковь чтит трижды в году, в мае, июне и в октябре по новому стилю. В мае праздник отмечается 21 числа. Это день, когда на могиле святого на протяжении многих столетий происходили чудеса. Древние христиане наблюдали на этом месте удивительное явление. От могилы апостола исходил тонкий целительный прах. Верующие собирали и исцелялись им от болезней. В честь этого чуда и был установлен церковный праздник. На Руси Иоанна почитали как покровителя иконописцев, богомазов и художников, а также странников. Поскольку Иоанн, согласно евангельским источникам, считается любимым учеником Христа, его называют апостолом любви. Иоанна также почитают все, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству. На Иоанна Богослова на Руси молились о тех, кто умер насильственной смертью, не успев принять исповедь, а также о мертворожденных или умерших сразу после родов младенцах, которых не успели окрестить. Кроме того, считается, что молитва этому святому спасает от отравления, поскольку на евангелиста яд не действовал. Иоанна Богослову также молятся сегодня больные и слабые, прося защиты, исцеления и любви. Что разрешено делать на Иоанна Богослова? Согласно народной традиции, День памяти Иоанна Богослова обязательно нужно провести в мире и согласии, помянув усопших близких. В 2021 году этот праздник приходится на пятницу. Если у вас есть какая-то работа, связанная с физическим трудом, постарайтесь сделать ее в первую половину дня. Что нельзя делать в День Иоанна Богослова? Запрещено в этот день сквернословить, употреблять алкоголь, переедать и веселиться. Также в этот день запрещается резать овощи ножом, поскольку считается, что весь урожай почернеет и сгниет. Нельзя отказать в помощи близким и друзьям. Братья ссорятся. Этот день нужно провести в любви к ближнему. Молитва святому Иоанну Богослову Настоящее чудо дарует искреннее прошение улика святого. Благодаря этому происходили и происходят самые удивительные события в жизнях людей. Одной из самых распространенных является молитва Иоанна Богослову о семейном счастье. Она помогает удалить все недопонимания и погасить конфликты между мужем и женой. Дает силы познать уважение, мудрость и любовь. О великие всех хвальные апостоли и евангелисти Иоанне Богослове! Наперсниче Христов, теплый наш заступничий и скорый скорбях помощничий, умоли Господа Бога даровать и нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешивших от юности нашей, во всем житии нашим, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствами. Во исходе же душ наших, помози нам грешным, избавиться от воздушных мыторств и вечного мучения. До Твоей милостивным представительством прославляем Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.